Ну что ж, продолжаем знакомиться с программой WinRAR. В данном видеоролике мы научимся легко и быстро извлекать файлы из архива с помощью данной программы. Вот у нас архивный файлик, который нам необходимо извлечь из архива. Для этого щелкаем правой клавишей мышки по файлику, выбираем значок программы и нажимаем «Извлечь файл». Это один из способов. Нам предлагается путь, куда извлечь. В данном случае, как видите, нам предлагается извлечь на рабочий стол. Файлик мы, например, можем назвать по-другому. Здесь имя поменяем, нажимаем «Ок». И наша программка, наш файлик извлечется вот в эту вот папочку. Следующий вариант, который мы можем сделать, это нажимаем опять же правой клавишей мышки, далее выбираем WinRAR, выбираем «Извлечь в текущую папку». Сейчас у нас появится папка, называющаяся точно так же, как наш файлик, то есть файл 1, только нет расширения RAR, просто папочка. И здесь находятся документы в открытом виде, как видим, вот они. То есть сразу. И следующий вариант, который мы можем использовать, это точно так же щелкаем правой клавишей мышки, выбираем WinRAR программу и здесь «Извлечь в файл 1». То есть сейчас она в виде папочки. Вот в этой папке сейчас появится просто отдельная папка в папке. Так же заглянув, мы увидим, находятся наши файлики. Это вот один вариант открытия архива с помощью программы WinRAR при работе правой клавишей мышки. Точно так же работать можно и левой клавишей мышки, но и чуть-чуть по-другому. Нажимаем левой клавишей мышки по архиву, появляется, открывается программа, как видим, вот то, что у нас находится внутри. И теперь нажимаем вот сюда вот «Извлечь в...» Так, окно программы открылось, и теперь мы выберем путь. То есть вот по умолчанию нам предлагается диск «С», рабочий стол. Файли будут называться точно так же, как наш архивчик. Нажимаем «Ок» и сейчас наш документ извлечется. То есть вот появился документик. Если мы заглянем, то мы увидим его точно так же. Как видим, все довольно просто. А при желании мы можем щелкнуть этой клавишей мышки по программке. У нас откроется сама программа. Вот она. И мы можем просто заглянуть в папку и посмотреть, что у нас находится. То есть не извлекая документ. Но для работы удобнее все-таки архив извлекать, потому что сохранять и работать с архивом все-таки удобнее с архивированным файликом. Ну что ж, с этим уроком мы закончим. В следующих видеороликах мы узнаем об остальных функциях данной программы. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok